МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Ольга Панова. И смотрите сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пятерка за питание. Как идет переоснащение столовых в городских школах? Чтение без барьеров. В республиканской библиотеке для слабовидящих и слепых улучшают обслуживание читателей. Город засыпает, они выходят на лед. В Нижнем Новгороде прошли соревнования ночной хоккейной лиги. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня у чебоксарцев была возможность задать наболевшие вопросы лично главе республики. Михаил Игнатьев в очередной раз встретился с горожанами в общественной приемной председателя правительства страны Дмитрия Медведева. С какими проблемами обращаются к руководителю региона чаще всего и как они решаются, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Для того, чтобы попасть на личную встречу с главой региона, министрами либо депутатами, достаточно заполнить вот такую анкету. Здесь необходимо указать свои контактные данные и суть вопроса, чтобы потом было ясно, кому его адресовать. Эти коридоры никогда не пустуют. Встречи проходят практически каждый день. Несколько раз в год их проводит и глава Чувашия Михаил Игнатьев. Чаще всего сюда обращаются те, кто не смог получить ответы в администрациях районов и городов. Последней инстанцией для них становятся именно общественные приемные. Анна Константинова пришла на встречу с главой региона, чтобы узнать, когда она переселится в благоустроенную квартиру. Квадратные метры ей положены по закону, как сироте. Но пока девушка проживает за Волжьей, причем ютится и приходится под одной крышей вместе с маленьким ребенком, братьями и мужем. Новоселье уже не за горами, отметил Михаил Игнатьев. Строительство нового дома, куда переселится Иоанна, должно завершиться уже этим летом. Средства с бюджетом мы выделили на те квартиры, которые кроме вас, все дети и сироты, которые в очереди говорят, у кого появилось право по возрасту, будут получать это благоустроенное жилье, соответственно. Все те правоустанавливающие документы, которые вы должны предоставлять, должны предоставить. С левого берега Волги направо и скоро должна переехать урушание Югина. Женщину волнует вопрос, когда снесут их аварийный барак. Глава региона заверил, что новоселье о благоустроенных квартирах жители сыграют уже в следующем году. Денежные средства на строительство уже поступили в местный бюджет. Причем, как исполняется программа по переселению из аварийного жилья, будут контролировать на самом высоком уровне. Мы будем это отслеживать. Там не только вы, тут сотни семей по городу Чебоксары. Понятно, они волнуются, им хочется быстрее переехать. И по выделенным средствам, по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, по поручению председателя проведенства, секретаря политической партии «Единой России», мы практически до 1 сентября 2017 года всех, кто живет в аварийном жилом доме, обязаны переселить. С вопросами об улучшении жилищных условий обратились 4 человека. Житель Ядринского района приехал в Чебоксары просить не только за себя. В деревне, где проживает Игорь Овчинников, многие опасаются закрытия детского сада. Говорят, что это надолго. Но глава республики успокоился, Лян. Зданию необходим ремонт, и он завершится уже до осени. Раньше была территория школы начальной класса. А после сделали детский сад, переделали. А сейчас с тех пор, уже как переделали, время до прошло, желательно, конечно, ремонт, но ничего не надо делать. Все обращения граждан Михаил Игнатьев взял на контроль. Обычно после подобных встреч глава республики направляет поручения ведомства, которые потом отчитываются за проделанную работу. Медриковалев и Евгений Анисимов. Республика. Одним гранитом науки сыт не будешь. Не первый год в школах Чебоксары реализуют программу «Школьное питание». Подразумевает она и переоснащение столовых. Как такое обновление сказалось на питании учеников Чебоксарской школы номер 28, сегодня посмотрел и не только глава города Леонид Черкесов. Учиться, учиться и учиться, ну а в промежутках хорошо питаться. В Чебоксарской школе номер 28 с этой задачей теперь справляются. За время весенних каникул, то есть буквально за неделю, пищеблок столовой отремонтировали на полмиллиона рублей. Поставили новое холодильное оборудование, пекарский шкаф, электрические плиты и даже аппарат для приготовления картофельного пюре. За счет этой модернизации мы можем очень сильно расширить ассортимент выпускаемых блюд, улучшить гораздо качество выпускаемой продукции и внедрить новые методы, инновационные методы питания детей. У нас стоит очиститель воды, у нас стоит пароконвект-автомат, который готовит блюда паром именно, то есть щадящий режим термической обработки. Меню у школьников цикличное. В течение 10 дней блюда не повторяются. На вопрос городского главы, где лучше кормят, дома или в школе, выбор ученики сделали не в пользу домашней кухни. Всего за время действия программы полностью переоснастили 55 городских школ. Шесть оставшихся обновлений ждет уже в этом году. Леонид Черкесов также отметил, после того, как разберутся с питанием и переоборудуют все школьные столовые, примутся за физическое развитие школьников. Следующие в очереди на переоснащение – спортивные залы. Ольга Пыричкина, Антон Вовка, Республика. Суд удовлетворил иск столичной администрации к строительной компании «Парнас». Напомним, что «Парнас» выиграл электронный аукцион на строительство детского сада по улице Гладкова на 235 мест, которые надлежало ввести в эксплуатацию в сентябре-октябре 2012 года. Однако в установленный срок генподрядчик работы не завершил. Объект в эксплуатацию не ввел. Садик пришлось достраивать на бюджетные средства. В итоге контракт был расторгнут соглашением сторон в связи с неисполнением ООО «Парнас» своих обязательств. За просрочку должна быть выплачена неустойка, и суд согласился с требованием исца администрации Чебоксар. «Парнас» должен выплатить около 10 миллионов рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу. Коммерческая добыча нефти началась в Российской империи еще в 19 веке. Более чем за 100 лет технологии прилично шагнули вперед. Новому энергетическому оборудованию для нефтегазовой промышленности посвятили конференцию в Чебоксарах. Конечно, нет нефтегазовых таких богатств. Поэтому мы рассчитываем на свой трудолюбовый народ, инвестиции человека, инвестиции молодых людей с одной единственной целью, чтобы их умы через свои идеи, через свои разработки давали соответствующий продукт труда. Сейчас эти самые продукты труда помогают добывать в стране, пожалуй, главные природные богатства. Практически ни одну промышленность, в том числе и нефтегазовую, невозможно представить без электротехники. А уж в этой области столица Чувашия преуспела. Это, к примеру, устройство релейной защиты, то есть оборудование, которое быстро определяет и выявляет в электроэнергетической системе поврежденные участки при аварийных ситуациях. Различные измерительные приборы, устройства автономного электроснабжения. Иными словами, представители Ассоциации энергетиков топливно-энергетического комплекса в Чебоксарах собрались не случайно. Вероятно, в ближайшее время без нефти и газа человечество обходиться не научится. А значит, впереди у всех, кто имеет отношение к добыче этих ресурсов, в том числе и электротехнических предприятий Чебоксар, много интересных задач, которые еще предстоит решить. Ольга Пырочкина, Регина Кубайкина, Сергей Рябчиков, Республика. В Чебоксарах 250 тысяч квадратных метров дорог признаны аварийными. В теплое время года более чем на 30 участках необходимо провести ремонт, хотя средств хватает лишь на 11. Вызная комиссия городской администрации провела рейд по выявлению самых разбитых дорог. Предстояло выяснить, какие именно из аварийных участков в городе необходимо отремонтировать в первую очередь. В городском бюджете заложено на эти цели 85 миллионов рублей, что позволяет привести в порядок лишь около 80 тысяч квадратных метров дорожного покрытия из 250. В ходе инспекции решено в первую очередь приступить к ремонту путепровода на проспекте Мира, Марпосадского шоссе, проспектов 9-й Пятилетки и Ленина, Московского и Гагаринского мостов с подъездами, кольца на улице Привокзальная, улиц Мичмана Павлова и Кривого. Библиотеке Толстого более 40 лет. Она единственная в республике, специализируется на книгах для слабовидящих и слепых. Сегодня там презентовали новое оборудование для улучшения обслуживания особенных читателей. Берем книжку, кладем на панель, она движущаяся, можно перемещать, как удобно. Ставим, закрепляем и убираем режим. Можно чуть светлее сделать, темнее. Это электронный видеоувеличитель. Его приобрели недавно. С помощью этого прибора слабовидящие могут беспрепятственно читать. Для инвалидов по зрению в библиотеке созданы все условия для доступа к информации. В этом году по программе «Доступная среда» из республиканского бюджета выделено более миллиона рублей на приобретение специальной литературы и техники. Библиотека занимает шестое лидирующее место по Российской Федерации, шестое место по всем показателям. Читатели активно обучаются основам компьютерной грамотности. У нас в библиотеке создан Тифло-компьютерный центр по обучению основам компьютерной грамотности. Приобретается Тифло-оборудование. Отдел говорящих книг библиотеки имени Толстого пользуется спросом у слабовидящих и незрячих читателей. Там можно слушать аудиокниги. Мы сюда очень часто ходим. Здесь у нас проходят объединяющие незрячих мероприятия. Читаем книги, проводятся чаепития, диспуты, беседы, разговоры. Здесь работают очень хорошие, добрые, умные, очень чуткие и отзывчивые работники. И библиотека для нас является отдушиной. Татьяна Трофимова, Светлана Олегимова, Александр Петров, Республика. Уже этой весной в Чебоксарах станет на один памятник больше. В канун 9 мая в Парке Победы будет открыт монумент в честь ребят, погибших в боевых действиях на Северном Кавказе. Сегодня ход работы инспектировал спикер республиканского парламента Юрий Попов. Фактически памятник готов. Жители Чебоксар уже могут видеть три капитальные стелы рядом с монументом в память о войнах-афганцах. Здесь не хватает только мемориальных плит с фамилиями солдат, не вернувшихся из боя. В эти дни нанесением гравировки занимаются на Чебоксарском камнеобрабатывающем заводе. На гранитных плитах должны появиться полторы сотни фамилий. К точности написание имен, званий, дат, пристальное внимание. Как самих гравировщиков, так и ветеранов северокавказских конфликтов, солдатских матерей. Именно безутешные женщины инициировали строительство на одном из приемов у руководителя Госсовета Чувашии Юрия Попова. Менее чем за год дело было сделано. Работы близки к завершению, поэтому мы к первому маю все эти плиты будем монтировать к памятнику. Все привезем, поставим и специалисты монтируют. Поэтому я не вижу никаких оснований, чтобы беспокоиться. Вот этот памятник у нас ждут. Ждут родители, родственники. Я бы сказал не только родители и родственники, потому что и весь город. Мы должны знать эти имена своих героев и воспитывать наше будущее поколение на примере этих наших героев, патриотов нашей Родины. Сбор средств на строительство продолжается. Реквизиты счета вы видите сейчас на своих экранах. Пожертвования перечисляются с пометкой «Добровольный взнос» на установку памятника воинам, погибшим на Северном Кавказе. В Чебоксарах подвели итоги ежегодного музыкального конкурса «Серебряный голос». Гран-при члены жюри присудили жителю Батаревского района Сергею Лекерову. Ему удалось выделиться среди более чем 40 исполнителей. В этом году конкурс юбилейный «Серебряный голос» в Чувашии выбирают на протяжении 15 лет. В Чебоксары на галоконцерт приехали исполнители со всех районов республики и других регионов. За победу боролись гости из Самары, Татарстана и Башкирии. Причем все песни на этом конкурсе участники должны были исполнять только на чувашском языке. На сцену выходили и уже дипломированные певцы, и обычные школьники. Для многих это была хорошая возможность проверить свои силы, голос и слух. Я привыкла к конкурсам, привыкла к выступлениям, поэтому как-то все более-менее обычно. С концертами довольно часто езжу там, в Казани выступала, в Саратове. Хочу еще чаще, почему бы и нет. Огромное счастье выходить, выступать перед людьми, когда они хлопают, когда приносишь радость людям. А для кого-то победа была не так важна. Каждый певец, певица выбирает для себя свой путь. И кто-то поет для себя, для зрителей, а кто-то, чтобы пробиться вперед, стать знаменитым, известным. Но я лично сама пою только для себя. У меня нет никаких целей, и я просто наслаждаюсь своей музыкой. У багажей некоторых исполнителей уже есть престижные награды, завоеванные на музыкальных фестивалях. Но члены жюри не обращали внимания на регалии конкурсантов. Они оценивали, как певец держится на сцене, и насколько качественно исполняет свою песню. Жителю Батревского района удалось покорить профессионалов. Татьяна Молокова, Дмитрий Ковалев, Антон Вовк, Республика. Почти 9 миллионов рублей получат Чуваши на развитие спорта. В 2014 году федеральный бюджет профинансирует приобретение Республикой искусственного покрытия для футбольного стадиона и оборудования для спортивных комплексов. Чуваши участвуют в федеральной программе развития футбола в России на 2008-2015 годы. Всего на эти цели из российского бюджета предусмотрено более 300 миллионов рублей. Средства будут распределены между 35 регионами. Чуваши получат 8 миллионов 420 тысяч. Эти деньги направят на строительство современного футбольного поля с искусственным покрытием в поселке Вурнары. Кроме того, Чуваши выделено еще 300 тысяч на приобретение оборудования для быстро возводимых физкультурно-оздоровительных комплексов. В Министерстве физкультуры и спорта сообщили, что средства будут потрачены на приобретение оборудования для двух фоков и одного пришкольного стадиона в Чебоксарах. Если по вечерам ваш муж где-то пропадает, не спешите расстраиваться. Возможно, он играет в хоккей. Уже два года в России существует ночная хоккейная лига. В минувшие выходные в Нижнем Новгороде любительские команды сражались за кубок полпреда президента России в ПФО. После трудового дня они спешат не на диван, а на каток. Эта лига потому и названа ночной, что играют в ней любители в свободное от работы время, то есть поздним вечером и ночью. Ночную лигу создали в 2012 году по инициативе Владимира Путина и легендарных ветеранов отечественного хоккея. За два года соревнования охватили практически все регионы страны. Сегодня в России на любительском уровне в хоккее играют более трех тысяч команд. Около ста тысяч игроков самых разных профессий, возрастов и национальностей. В Нижнем Новгороде соревновались 16 команд из регионов ПФО. Из Чувашии биться за кубок отправился звездный состав. Наша команда так и называется – звезда. Игроки из Чувашии вышли в плей-офф, однако в этот раз главную награду взять не удалось. В дивизионе любитель 40+, первыми стали нижегородцы. Таким был этот вторник глазами корреспондентов программы «Республика». Я Ольга Панова с вами прощаюсь. До встречи в эфире уже завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова